Привет, друзья! Вот еще один прекрасный город я вас привезла. Это Сандаун. Вот такая церковь тут великолепная. Сан Джонж. Джон. Париж-Черч. Почему Париж-Черч, не знаю. Одна из англиканских церквей. Тоже очень красивая. Она стоит на возвышении. Хотела тут сойти, показать вам ее внутри. Она довольно большая, как вы видите. Но вы знаете, закрыта. Иногда бывает, что и закрыта. Вот так она прекрасно выглядит с другой стороны. Видите, она просто даже двухэтажная. И наверху вот такая вот башенка с колоколами. Снизу, внизу, в описании можете зайти, почитать, кому интересно, об этой церкви. А вообще, я привезла вас немножко погулять по городу Сандаун. Тоже очень красиво. Сейчас вам кое-что покажу. Мне так вот, вы знаете, кстати, даже иногда вот эти церкви, они даже больше нравятся снаружи. Более колоритно смотрятся, нежели внутри. Город Сандаун также очень красивый. И даже вот я гуляю не в центре, просто по обычной улице. Посмотрите, какие шикарные коттеджи. И иногда, вы знаете, вот эти вот малюсенькие такие садики перед домами просто потрясают своей красотой. Иногда может показаться, что они однотипные. Но если присмотреться поближе, то каждый из них имеет свое лицо. Вот еще целая череда таких detached house на двух хозяев. Ну, а мимо этой красоты я пройти, конечно, не могла. Чтоб вам не показать. Посмотрите, сколько она здесь стоит. Занимает место. Боже, это вот такая раритетная машина. Но она уже вся разбита, без стекол, без всего. Вот тебе, что они ее хранят. Вообще, сказать по правде, утилизировать эти машины очень сложно. Ну, и вот эта вот очень красивая улица. Сейчас покажу вам. Тут также масса садиков. Именно английских. Вот такой вот малюсенький садик. Даже полисадничек, бы сказать, по-нашему. Перед домами. И как бывает он красиво сделан. Сейчас пройдем туда вниз. Я вам покажу. Не везде, но часто. Посмотрите, какой грандиозный терем-теремок. Вот такой он с другой стороны. Просто великолепный. Вот еще один английский коттедж, посмотрите. И вот этот садик. Или не садик, полисадничек при входе. Как здорово. Попадается дома на одного хозяина. Попадается дома на двух хозяев. А на противоположной стороне улицы, видите, вот бангало, маленькие домики. Это уже чисто для семьи на одного хозяина. И они обычно покупаются фри-холд. Это не лис-холд, как у меня, в длительную аренду. А это вот фри-холд, свободное владение. Вот не знаю, как вам, а мне очень нравится вот просто гулять. Вот по таким вот старинным английским улочкам. По вот таким маленьким спокойным городкам. В частности, как Сандаун. Ну, вот такой опять уголок сада. Уже, вы знаете, показываю с опаской опять. Потому что тут было... Я гуляла по другой улице. И меня просто схватили за руку, почему я снимаю дома. Хотя, почему бы и нет, называется. Я по улице иду, да. Пальма просто огромная. Как в каких-то тропиках. Тоже не перестаю удивляться тому, что в Англии вот такие пальмы растут. И прекрасно себя чувствуют. Посмотрите, сколько кормушек на дереве. Всяких разных. Какой-то любитель птиц. Тоже довольно частое явление. Поэтому у них и птицы поют везде. Потому что кругом кормушки. Вот еще посмотрите, какие красивые дома. Ну, вот здесь уже, так как... Хоть и дом и старый, но, наверное, уже живут кто-то более такие молодые. Поэтому в основном, видите, уже просто сделано, как парковка. Садиков перед домом нет. А здесь дом. Странное дело. Остались украшения. Вот. Крисмас тайм. Рождества и Нового года. Может быть, уехали. Может быть, что случилось с людьми. Потому что обычно такого не бывает. Все это убирается. У них, видите, все еще висят. Рождественские убранства. Бывает такое, что что-то случается с людьми. Бывает, уехали скоропостижно. Потому что обычно у них все это убирают сразу. Вот такие вот, друзья, улочки здесь. Город Сандаун. Чаще всего Сандаун, конечно, показывают именно набережную. Но мне кажется, что для вас вот будет так же интересно посмотреть. Просто обычные дома. Обычные улицы. И вот наш автобус. Врайт. Восьмой номер. Двухэтажный. Кстати, когда приезжал ко мне мой зять сюда, он попросил, давай прокатимся по острову на автобусе на втором этаже. Очень ему было интересно. И мы с ним катались до Ньюпорта на втором этаже автобуса. А вообще у нас здесь есть тоже так же вот Open Tour называется. Открытые автобусы, которые для туристов курсируют по всему острову. И в частности на вот этот Ниддлс наш. Скалу. Игла. Которая находится на западе острова. Я туда все еду, еду, не доеду. Но думаю, что так или иначе дождемся хорошей погоды. И свожу вас также на этот шикарный мыс Ниддлс. Западная часть нашего острова. А вообще, вы знаете, друзья, вот сейчас уже начали такую здесь программу прогулки по острову Уайт. По-нашему, что значит каждый год здесь такой марш-бросок в мае месяце с востока на запад через весь остров. Люди гуляют парами, единицами, собаками, с детьми и всякое разное. Очень интересная вещь. Я тоже в 2012 году, по-моему, гуляла. Но я не полностью. Там полностью 25 миль. Это очень долго. Это очень длинно. Целый день. Очень утомительно. Я прошла всего часть пути. И то сказать по правде, я еле-еле дошла. Мне подарили даже медальку. Вот. Это было в 2012 году. И больше, конечно, я уже на такие подвиги не способна. Потому что очень тяжело. Остров наш, как вы знаете, по горам, по долам. И поэтому вверх-вниз очень даже сложно бывает гулять. Ну вот. Вот посмотрите. Я вам специально остановилась. Показываю вот такую вот указательную доску. Бембридж, Шанклин, Таун-центр, где мы сейчас находимся. Сандаун и Райт. Куда я сейчас благополучно поеду домой. Ну, а на этом, друзья, мое коротенькое видеообзорчика города. Сандаун я заканчиваю. Всего вам доброго. Увидимся. Пока.